Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Два уникальных и удивительно хорошо сохранившихся экспоната на днях Пополнили коллекцию Ундорского палеонтологического музея Автор сенсационных находок – восьмилетний мьяновский школьник Глеб Курносов и его папа А мы ездили каждую неделю у Ундора на каждых выходах Мы пошли, я увидел, думал это коряка Потом папа сказал, что это был бивень мамонта на самом деле Еще одна ценная находка – челюсть пещерного льва Просто лежала на берегу Сначала Глеб и его родители даже усомнили, что она представляет какой-то интерес Музейные работники подтвердили Это невероятно ценный образец Кстати, музей – это первое место, куда стоит обращаться, если вы нашли что-то необычное Интересная находка Значит, нужно, я думаю, что первое, что если ты ее не можешь взять с собой, она слишком большая Хотя бы сделать фотографию и запомнить, где ты это увидел, где ты эту находку сделал Ну а самый лучший метод – это, конечно же, поставить координаты Ну а если ты это можешь взять с собой, то, конечно же, было бы неплохо, чтобы ты как-нибудь заехал в музей И, собственно, показала ее уже сотрудникам Эксперты музея могут определить, что оказалось в своих руках Высчитают возраст находки и назовут ее ценность Не специалисту это сделать сложно Тем более, что находки бывают самые разные Убедиться в этом Илья Михайлович предложил нам в экспедиционном лагере Самарского палеонтологического общества Которое расположилось на склоне Волки, недалеко от Унда По прибытию мы сразу отправились навстречу поисковому отряду палеонтологов Он как раз возвращался в лагерь со своими трофеями Илья, а вот это кто? Ой, да, 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 да Есть, да? Есть Пару минут на берегу, пока взрослые обменивались впечатлением У нас у самих уже появилась целая коллекция ископаемых Вот! Сладко! Мне это заполнится надолго! Беремниты и прочие окаменелости валяются на берегу, как обычные камни Но вот находки поискового отряда оказались более ценными Хорошо сохранившийся аммонит и позвонки доисторических ящиков Наставлены в лагерь образцы Займут достойное место в коллекции музея В самом лагере Самарского палеонтологического общества Атмосфера очень творческая Здесь и взрослые ученые, и студенты, и совсем юные искатели Мой путь юного геолога начался с детского сада Там все в песочнице собирали красивые камни И потом меня это привело к таким действиям Здесь стоят и поиск окаменелостей, интересных минералов и редких пород В лагере их уже целая коллекция Для оттачивания поискового мастерства специальный тренажер Привези в качестве подарка, это, допустим, отсев синаманского времени Да, фосфоритовый, когда акулы приобрели наибольший расцвет Вот, и, соответственно, здесь вот можно встретить зубы Определить, что это зубы и так далее А я думала, это уже современные акулы Нет, это примерно где-то 60-70 миллионов лет назад Пара минут, и к моей коллекции прибавились зубы доисторических акул Глебу искать акули и окаменелости тоже понравилось Но мечтает он совсем о другой находке Есть мечта найти целый скелет пещерного льва Чтобы все кости были в таком же хорошем сохране Даже лучше, чем на нашей челюсти Чтобы они были, как только у новорожденного львенка Который еще даже им не жевал не раз Говоря, кто ищет, тот всегда найдет Мы договорились, что в свой следующий поход С аквенелостями Глеб возьмет нас с собой Лагерь мы разбивать, может, и не будем Но вот экспедицию устроим самую настоящую К нам снова вернулся масочный режим Маска, конечно, не самая удобная штука Не жарко, душно и неудобно Без нее куда лучше или нет Мы решили провести свое расследование Споры о масках среди взрослых идут с самого марта Некоторые говорят, что от масок нет никакого толка А другие говорят, что маски могут защитить от коронавируса Мы решили провести эксперимент Есть ли прок в масках? Или все-таки маски не нужны? И кто будет прав? Люди, которые говорят, что маски не помогают Или те, которые говорят, что маски нужны обязательно? Окей, ты будешь за или против? Давай я за Тогда я буду против масок Поехали! Поехали! Коронавирус передается воздушно-капельным путем С кашлем и чиханием изо рта и носа человека Вылетает целое облако мелких капель жидкости И в каждой из них вирус На скорости они способны пролететь очень далеко Вот мы собрали с тобой такую поделку Сейчас я чихну, а ты представь, что каждая капля моего чиха заражена вирусом А теперь давай посмотрим, насколько у нас в рождении Итак, маска, естественно, в этой жидкости Далее У человека попала эта жидкость в нос И представь, что тут полно вирусов Человек все это вздыхает Человек заразился Маска не справилась с этим заданием Если посмотреть маску под микроскопом, оказывается, что поры у нее очень большие А вот размер вируса очень маленький На скорости он запросто пролетит через волокна маски Итак, как мы поняли по нашему эксперименту Здорового человека маска не спасет А что будет, если надеть маску на больного человека? Для того, чтобы стать опасным для другого человека Даже не обязательно кашлять или чихать Достаточно разговаривать или даже просто дышать Помните, как зимой на морозе из нашего рта идет пар? Вот примерно так и расходится от больного человека воздух С микроскопическими каплями влаги Но что, если надеть на него маску? Итак, теперь уже другой эксперимент Я болеющая, а ты здорова Итак, раз, два, три Ап, тихо! Итак, давай посмотрим На здорового человека вообще ничего не попало Вся вода осталась в маске Получается, маски надо носить только больным людям? Не совсем Конечно, основная масса влаги от больного человека села на маске Но небольшая ее часть просочилась через те места, где маска плохо прилегает к лицу И эта влага может добраться до здорового человека Но есть и хорошие новости Летит она уже на большой скорости А значит, удержать ее маску, надетую на здорового человека, сможет Получается, маски надо носить и здоровым, и больным? Да, именно Но есть еще пара важных условий для того, чтобы маска не оказалась бесполезной Носить ее нужно правильно Чем плотнее она прилегает к лицу, тем лучше И уж, конечно, не нужно надевать ее так Так Или вот так Еще одно важное условие Носить маску нужно не дольше двух часов Маска, особенно одноразовая, очень быстро намокает от вашего дыхания И тогда она не просто бесполезна Она опасна Потому что разным бактериям и вирусам в ней очень комфортно Поэтому лучше надевать маску только в тех местах, где есть риск заражения Например, там, где много людей Или сложно соблюдать социальную дистанцию в 2 метра Будьте здоровы и берегите своих взрослых Вы даже не представляете, какой завтра день Завтра всемирный день сладостей Его нужно обязательно отметить чем-нибудь вкусненьким Не забудьте Сладко и вредно, но зато как вкусно Наверное, его любят все дети мира Или нет? Давайте спросим у наших международных коллег Всем привет! Моя любимая, сладости отошли Это такой мед с соком Пакетики, а такие есть ваши вкусы Я всегда ем мороженое Потому что мороженое такое холодненькое Хорошее, на такой жаркий день Слушайтесь меня и тоже попробуйте мороженое Кекс просто супер Я с Олимпи сделали классное тесто Вот, посмотрите А мама очень классно сделала вкусный крем Соколадный Кекс просто супер Очень классно Это наши любимые конфеты Пастрелия МММ Змейки Зафир И починники Пока Что и требовалось доказать Главное помните Сладко вода в науке В мир И кстати, ничего там не слипнется Что-то мы давно не отвечали на ваши вопросы У нас их накопилось уже целая куча Привет, меня зовут Лиза Заводкина Как делается снег? Снег образуется так же, как и дождь Вода с рек, морей и океанов Постоянно испаряется Маленькие капельки водяного пара поднимаются в воздух Затем они сталкиваются с другими капельками воды И образуют большие облака Летом эти капельки воды падают в виде дождя А зимой, когда холодно Эти капельки дождя превращаются в маленькие льдинки Которые потом падают на землю в виде снежинок Наш выпуск подошел к концу Конечно, мы вас еще успеем Проинструктировать по погоде Всем до новых встреч И хороших вам выходных Здравствуйте, это Дима Михеев Сегодня мы расскажем о погоде Сегодня погода солнечная Но скоро она будет очень плохая На следующей неделе Так что готовьте Подштанники, куртку, шапку и штаны И теплые ботинки До скорых встреч С вами был Дима Михеев Субтитры сделал DimaTorzok